Своё путешествие на Таймы Где у нас места? Вот наши места, не сюда Прям как Здесь как поездик у Пэ Идёт погрузка из Хатанги Мы отправляемся в Новорыбную Вниз по реке Хатанга К Хатангскому заливу 10 июля Лето здесь только начинается Большой посёлок Хатанги Остаётся Один Местные жители полуострова Таймыр Далгани и Нганацаны Речной кораблик совершает рейсы В национальные посёлки Новорыбная Сын Доско Новый Попегай Или Сопочный В начале сезона Многие спешат навестить родственников Или уехать на свою малую родину На всё лето Корабль для местных жителей Это единственная Доступная по карману связь С маленькими посёлками На корабле можно провести с собой Большой груз Инструмент Мебель Бытовую технику Электронику Да и просто дефицитные В посёлках Продукты Навигация только началась Хатанский залив Недавно вскрылся ото льда Рейсы в Новорыбную Совершаются Раз в пять дней Сын Доско Самый северный посёлок В Хатанском заливе Раз в десять дней Да и то Если позволяет погода Мне повезло Уже в самолёте Норильск-Хатанга Я познакомилась С местной жительницей Анной Егоровной Уксусниковой Которая взяла меня По свою опёку По прилёту Мы с ней взяли Два последних Счастливых билета На этот На весь До Новорыбной Около 180 километров Низ по Хатанге Мы шли Девять часов Причаливаем Новорыбная Прямо на берегу Дом Анны Прямо сейчас пойдём Прямытие корабля Это целое событие Это посёлок Всё случилось Причала здесь нет И разгрузка осуществляется Моторных лодков Нету жить Погрузка конечно Велосипед Люди Всё смешалось На нашей маленькой моторной лодке Даже велосипедки сгрузили Хвалу дочь Там ещё сумка одну Кюсе Там одну сумку Дашё утром Здесь нет Своего Или чужого Помогают Всем Своего Велосипед Замили Велосипед Замили Велосипед повезло. Весь день поливал дождь, была волна. И с утра рейс даже хотели отменить, но в последний момент он состоялся. Все, ходит корабль таймыш. Анна не была в поселке с позапрошлого года, с тех пор, как умер ее отец. Она жила здесь с престарелыми родителями, заботилась о них, а вот теперь переехала в город. Но родина не отпускается. Дом на набережной. Так шутку называет свой дом Аня. Дом на набережной. Марина, приветствую вас в своем доме. Сейчас будем печку топить. Дом пустовал два года. В новорыбной нет ни деревьев, ни кустов. Деньги здесь тоже. Убьем. Витяка, наветки не потеряла. Так, раздеваемся. Бабушка. Мама, это у того. Когда кто-то улак. Она пищает. Ага. Вон, дырала. Бабушка. Бабушка, дырала. Дырала. Что ты говоришь? Жир. Вообще, это не надо. Я тебе кинай, просто. Те, я кинай. Так, подождите. Ты там пачки мои? Где я не видела? А в стразах слышишь рыбу чистый. Городская жительница быстро превращается в прежнюю, простую, героинскую женщину. Убьем. Сочетание. Потому что, бебушка. Кусперина. Бабушка. Я ел. О, не я дам. Д suck, ты, ты». Я ел. Господи, все везде закрыты. Все везде закрыты. Вы себе кучу канди. Где кучу канди? Гераш. Да, она в бобушка. Граждане. Эй, наверное, мы будем бить в обмаке. Банка. Родственники адвоксинчаник продолжают нести дары. Юкола? Юкола здесь, сушеная рыба. А это мясо? А это кумжа, да? Да, да. Это кумжа, рыба кумжа. Озерная рыба. Да, снимай, да. Тогда морозилку включим, да, Света? Мясо. Хорошая рыба, да. Марина, вот они недавно приехали. Марина, морозилку положу. Ах, да, хорошо. А это сушеная, да? Да, да, да. А это какая сушеная? Как называется? Муксун. Муксун, да? Это большой. А это я не знаю, бабушка знает. Хороший. Сзади, что там? Покажите. Какое там? Черная. Нет, нет, ничего. А, это красная рыба. Я гимню. Просто она сильно летая, засохла. Закоптилась, да, темная. Накоптилась. Покажите ее в течение полгода даже. Ого. По-моему, он даже может. Это красная рыба тоже. Попробуем. Здорово. А так как? Высушенная рыба. С пивом вообще? Ха-ха-ха. Тоже, знаете, портал депресс. Я пускай. У меня, я не... Тим... Почти, я не знаю. Я могу ловить. Крапит, да. Крапит. Крапит. Крапит, да. Крапит, да. Крапит, да. Да, делай, делай. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тяжелухой, мама. Тихо, мы идем на интернет. Э, ой, слуха, баба. Э, ой. Даже не залпала, баба, баба, баба. Просто варетка-то при собачке. Нет. Прикрепим дедушку на фотографии. И обратно сфотом байдем. Да. Нет, там это, возьмите немножко. Не-не-не, не надо. Пошел. Я уже победилась во всем. Говорит, пускай. Прохладно сегодня. Окраина поселка. Мы идем на кладбище. Почтить память Аниных родителей. Они говорят, ты мне, Дэллара. Алирга. Модибай, грэ, да, ума скидка. Супка, я вот так. А это как, кемнерка, кемнека надо. Отношение. Сейчас, молодец. Ну, это. Пора. Вот, ну, кемнек. Это, а, шоу. Олзбэльба, брахмада. А, а лето дур. Да, да. Мы же оставили, да. И кетерн, и кетерн же, кемнепит. О, не кетерн, токтун. Сразу, 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 токтун. Это янтарь бросается туда. У наших коренных, наверное, тогда, в то времена, ладана не было. А у нас на берегу, вот, где Сандаска, там янтарь весочный находит. Он так же плавится, и запах такой же, как у ладана. Вот, она куривается, да. Эй, дедушки, смотри, какие растения у бабушки цветочки зацвели. А я еще маргаритки посажу, вообще будет красиво. Далгани – это самый северный тюркоязычный народ Сибири. И его культура сложилась из Ивенгской и подверглась влиянию якутской и русской культур. И здесь, на кладбище, можно наблюдать смешение православных традиций и язычества. Православный крест накрыт резными полотенцами. У русских встречался обычай вешать на крест полотенце, как метку смерти. На могильном кресте долгани крепят деревянные модели орудий труда. На женских – скребки для выделки шкур. На мужских – весло и ружье. По приходу с кладбища обязательно перед входом в дом. Но нужно провести обряд окуривания отлых духов. Продолжение следует... Продолжение следует... Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Виктор считает, что настоящий путешественник – это тот, кто добирается до любого пункта своими силами – на грибной лодке, на велосипеде или пешком. Субтитры DimaTorzok ДimaTorzok 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 Ведь рядом с ней свела гнездо маленькая птичка. Совсем не боится. Мне-то привлек. Лишь бы деть не увидели. Птичка-чечетка. Шапочка красная. В окрестностях совсем нет даже кустарника. Николай предложил мне взять шест для палатки у него. В палочках были металлические заклепки, я решила, что найду плавник на берегу Хаттонского залива. И из него сделаю стойку палатки уже на маршруте. Вот он небольшой поселок. Там была рыбная, 800 жителей примерно в нем. Но по переписи сейчас считается 500. Воду привозят с речки. 100 рублей бочка. За привоз. Вот она, река Хаттонга. Вот там, оттуда она течет. Там поселок Хаттонга. В 200 километрах примерно, ну, 180. Здесь ширина реки, ну, здесь уже расширение. Здесь километра 3, а в середине остров. 3-4 может быть. А дальше все, пошел Хаттонский залив. Залив моря Лаптевых. И вот, дорогие мои местные жители, поселка Новорыбное, которые меня и спать уложили, и накормили, и напоили, и всячески, всячески помогали. Комаров, скажи, много, прямо вообще рой. Да, сегодня вылет комаров, потому что, наконец-то, закончилась ветреная, сильно ветреная штормовая погода. И сегодня можно спокойно грести. Да. Так что... Вот. Итак, сегодня 12 июля. И я, можно сказать, сегодня начинаю свой маршрут вглубь Таймырского полуострова. От поселка Новорыбное. И вот по реке Хаттонге. И уже там дальше начинается Хаттонский залив. Первые километров 80 меня подбросят на моторе. А дальше я уже пойду своим ходом. Путешествие начинается. Аня. Николай Рыбако. И Николай. Это мой друг. Ой, боже, прям не могу комары. Можно я пойду? Местный транспорт, вездеходы, да, квадроциклы. Поселок расположен на высоком береговом обрыве. Здесь буйствует тундровая разнотравья. Не везде в окрестностях такие хорошие места. Не забудочки. Анна, уксусникова. У меня их не было. Она проводит мне экскурсию по Новорыбной. Да, да. Вот дом культуры у нас напротив. В поселке есть магазин. Вот это почта, да? Да, вон садик. Вон, видишь, здание маленькое, белое. Садик-то. Ага. В поселке также есть средняя образовательная школа. Работает фельдшерский, акушерский пункт. А как вы тут со связью? Вот это что за тарелки? Это вот у нас почта. Почта, да? Централизованная почта поселка Новорыбного. Вот у нас здание администрации. Тарелет обещает только когда? Осенью? Ага. Вот он, лостов Таймыр. А мы находимся сейчас на Новорыбне. В администрации работал ксеркс. И как же я пожалел позже, что не успел распечатать подробную карту Хаттенского залива, которая была у Виктора Атласова. Пользуясь хорошей погодой, местные жители отправляются по Хаттенскому заливу в нужном мне направлении. Они обещали захватить и меня. Вниз, да? Тарелет. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, на попутной лодке едут ребята за дровами. И я тоже с ними. Часть пути по Хаттанскому заливу. Верхом на квадроцикле я еще не ездила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, в самом низове Хаттанги, в устье реки Блудной стоит памятный знак. Первым гидрографом, открывателем Таймыра. Исторические мечта проплываем здесь, вот на этом берегу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отсюда, в 1741 году, когда корабль Якутск, отряда Великой Северной экспедиции, уже был раздавлен дами, Семен Челюскин со товарищами на собаках выехал вдоль берега залива на север, чтобы дойти до неизвестных, неохваченных описью северных берегов полуострова. Он оставит деревянный столб на самой северной его конечности. И спустя сто лет этот мыс назовут в честь первооткрывателя мысом Челюскина. Да и сейчас, по прошествии почти 300 лет, мыс Челюскин остается труднодоступным местом, если идти туда не на ледоколе. Очень символично, что начало моего путешествия совпадает с началом пути первопроходцев. Помогли мне ребята заброситься вот сюда. С Новорыбного. Да, спасибо огромное. Провезли меня больше половины пути до входа в Гусиху, где я уже дальше буду подниматься на веслах. Показал ребятам, как надуло лодку, и они уже отчаливают, потому что начинается отлив, как бы на мели не осталась лодка. Вот там их ждут тоже. А мне сейчас примерно 25 километров, может чуть больше, вот за мыс Поворотный плыть и дальше до устья реки Гусихи и Большой Балахни. Там говорят уже не будет комаров, будет холодно. А ребят, дальше путь вглубь тундры. Там, в суровых краях, севернее реки Хатанги, сейчас уже не кочуют оленеводы. Когда теперь я увижу людей? Следующая гарантированная встреча с ними лишь на мысе Челюскино. Там, на метеостанции, точно есть люди. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ